Географически Магадан и Камчатка находятся рядом, но для большинства колымчан и предпринимателей Колымы Камчатка это очень далеко. Узнать о том, чем живет красивейший полуостров и наладить экономические связи, поставили себе целью региональные отделения регионов соседей Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». Для исполнения замысла делегации магаданских предпринимателей посетила Камчатский край незадолго до Нового года. Принимающая сторона встретила магаданцев на очень высоком уровне. Во встрече, состоявшейся в формате делового завтрака, приняли участие три министра правительства Камчатского края, а также ведущие предприниматели региональной деловой России. Рыбная отрасль формирует 30 процентов, как минимум 30 процентов экономики Камчатки. Это означает, что налоги, то есть цифры такие, более 10 миллиардов на тот год, это тот объем налогов, который платит сегодня рыбная отрасль. С учетом предстоящих изменений налогового кодекса, ну как минимум в полтора раза эта цифра увеличится. Это более 20 миллиардов рублей, которые получают люди доходов в своей семье, в домохозяйстве наше. Это более 10-15 миллиардов инвестиций ежегодно в экономику края. Одним из успешных магаданских инновационных проектов, презентованных магаданскими предпринимателями на встрече, который заинтересовал министра, руководителя регионального управления МЧС по Камчатскому краю, стали пикеты экстренной связи компании «Арбуз». Действительно очень интересная тема и у нас на Камчатке, да, актуально. Мы проводили анализ вот накануне этой встречи и смотрели участки, мы брали более 50 километров, где нет населенных пунктов. У нас их, по-моему, 8 сегодня есть на Камчатке, ну туда на север. И да, тема интересная очень, вот эти пикеты. Главного спасателя Камчатки поддержал и министр цифрового развития соседнего региона. То есть мы готовы идти, нам интересно, как связь, это прям. Как сообщил вечернему Магадану директор компании «Арбуз» Кирилл Эттенко, проведенные им переговоры на Камчатке имели позитивный результат. На Камчатке тоже есть проблемы с местами, где нет ни сотовой связи, никакой, да. И рассматривается вариант ими установки от трех до десяти пикетов, они сейчас просто определяются, возможно, это будет в два этапа. Первый этап три, потом десять. Уже первый визит магаданских предпринимателей на Камчатку под эгидой деловой России показал огромный потенциал для взаимного бизнес-сотрудничества. В планах бизнесменов Колымы еще ряд проектов для реализации на территории соседнего региона. Олег Дудник, Илья Пачин специально для вечернего Магадана.